Центральной площадкой празднования Масленицы в Щелкове стал городской парк культуры и отдыха. Здесь развернули множество занимательных игр, конкурсов для детей и взрослых, проводили викторины и, конечно же, гостей встречали песнями и плясками. На праздники не обошлось без традиционного угощения. За блинами выстроилась даже небольшая очередь. Это блины, масло. Это классное мероприятие на улице. Классно, потому что солнышко светит. Классно. Выиграешь? Не знаю. Но попытка не пытка. Участие тоже классно. Происходит раздача призов. По всему полю вы видите конкурсы. В каждом конкурсе вам дается специальный номерок. Вы потом проходите сюда, кидаете в шарик воздушный. Какой приз выпал, такой мы вам даем. А что за призы? У нас чокубой, чокупай, браслетики, ручки, фонарики. Все для детей. На праздники жители могли поучаствовать в боях с мешками в руках, набитыми соломой. В перетягивании каната состязались на меткость. Ну и самая зрелищная, народная забава под названием «масленичный столб». С нескольких попыток молодые бравые юноши залезали на столб и пытались дотянуться до висящих на нем призов. И, конечно же, в этот день было сказано много-много добрых слов. Причем, учитывая то, что празднование пришлось еще и на прощенное воскресенье, слова эти были с очень правильным смыслом. С извинениями за всякие житейские неловкости. Хорошее настроение сегодня, хорошая погода. Всех с праздником, с масленицей. И прошу прощения, если кого вольно и невольно обидел за прошедший год. На празднике было и театрализованное представление. На сцене выступали скоморохи. Они до такой степени раззадоривали всех, что смех звучал каждую секунду. «Жили-были скоморохи! Жили-были скоморохи! Скоморохи на Руси!» Финалом праздника стало сожжение соломенной масленицы. Таким образом, еще наши предки избавлялись от надоевших холодов. Чучело делали из соломы, лоскутов в ткани и старой одежды. Чучело это олицетворяет с собой зимнюю пору. Так что, прощай зима! Андрей Циханович, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.